сегодня я хочу вам рассказать об очень важной теме это лечение семенами или зернами или семянотерапия тема очень важна по той простой причине потому что в принципе их используют и с лечебной целью и как питание вопрос в чем почему это используется потому что в принципе растение заложило в семя массу полезных веществ очень часто закладывать ядовитые вещества чтобы ограничить поедание таким образом бережет своих потомков и это тоже очень важно знать а некоторые семена становятся опасными процессе приготовления тоже это очень важно знать как это правильно использовать потому что не знающий человек может пострадать и в принципе не потерять не только здоровье но и жизнь поэтому в принципе я такие видео буду писать эта тема на мой взгляд очень интересно чтобы вы не потерялись на просторах интернета и получали уведомления об этих видео которые будут ставить на мой канал если вы еще не подписчик моего канала это легко сделать здесь прямо под видео кнопка подписаться нажали и вы подписчик канала и вы будете получать эти видео как и все мои подписчики среди первых и сможете своевременно получать эту информацию и использовать ее для своего здоровья и долголетия кстати после подписки вы легче найдете и другие мои видео несколько сотен на этом канале уже и о других темах которые вас заинтересуют касающиеся здоровья активного долголетия лечения тех или иных болезней но сейчас я хочу чуть подробнее немножечко вам напомнить такие самые сложные моменты потому что семена можно кушать но некоторые опасны в штуках количественно а некоторые килограммы даже не опасны разве что переедание потому что что такое семя все семена содержат обязательно белки это громадная ценность потому что белок потенциально это то еще будет строиться растение темно будет расти и вверх погоня за солнцем и вниз погоня за влагой и белок непременно содержится в каждых семенах уже иначе растение вырастет это очень большая ценность безусловно для того чтобы белки и ферменты обеспечить самый активный рост семена содержатся витамины микроэлементы очень полезно потому что они активируют вот эти самые ферменты десятки раз и скорость роста растения увеличивается просто многие могут даже заметить что буквально час проходит какой-то растение уже выросло на какие-то сантиметры это очень быстро это очень мощный рост и вот именно витамины микроэлементы обеспечивают вот эту активность ну сами понимаете что пока растение начинает стартует семечка нужно энергии откуда растение берет энергию безусловно это углеводы чаще всего это крахмал он быстро течение нескольких дней превращается расщепляется и три-четыре дня превращается в простой сахар весь крахмал то есть первые три-четыре дня фактически растение оно независимо от окружающей среды главное чтобы влага была и оно растет за счет того крахмала который в нем есть ну когда делают допустим самогон или водку из пшеницы прекрасно знают трех-четырехдневный замачивание зерен приводит тому что они становятся сладкие мягкими и сладкими крахмал весь расщепился превратился в простой сахар который потом может быть сброшен и появится алкоголь что еще обязательно есть это жиры жиры нужны при прорастании семени опять-таки это источник энергии это строительный материал для строительства клеток потому что липиды входят в оболочки клеток а во время такого спящего состояния поскольку семена уже созрели и до того как они прорастут эти они могут попасть не было приятные условия окружающей среды пересохнуть и схожесть уменьшится они могут перемерзнуть и схожесть уменьшится так вот жиры нужны для того чтобы стабилизировать в этих двух ситуациях они консервируют как бы влагу я немного в семенах но она есть и предупреждают пересыхание а пропитывая вот фактически все семечко жиры предупреждают перемерзание поэтому когда выращивается тот или иной вид семян скажем так для еды то если растение растет более северно там больше масла больше жиров и это масло более такое защитное нам лучше защищает семечко потому что условия жестче но в масле очень часто содержится еще одна система стабилизации масло одного не всегда хватает чтобы масло не окислялось в масле находится жирорастворимый витамин а и е и семена как правило содержат больше меньше но содержит вот этих самых очень полезных витаминов напомню витамины а и е это самые лучшие противораковые противооторослоэротические средства а это в структуре смертности людей в развитых странах первые две строчки кардиологические заболевания в развитых странах уносят 50 60 процентов населения онкологически примерно 20 очень серьезно вот эти витамины находятся в семечках находятся в семена они предупреждают перемерзание гибель зародыша это очень полезно очень важно это очень важно понимать вы знаете если бы это было все не было смысла в этом видео используйте для питания не вопрос но знаете есть в природе не только люди есть разные животные есть мелкие грызунные мышки крыски тоже любят семена но нихия избиратель почему потому что они вот в отличие от человека лучше разбираются фармакологии а люди не всегда я вам сейчас это объясню и вы сейчас уже будете чуть лучше разбираться меньше будете наступать на те сложности которые есть именно самые известные один из самых известных семян из которых делается костровое масло семена крещевины до какого масла великолепно и ослабительны великолепно используется как в косметологии для кожи неврологии можно использовать а можно использовать при в определенных случаях чудесно но масло клещевины или касторовое масло и семена клещевины две большие разницы смертельная доза семян клещевины всего 6 семян все очень давит поэтому если вы выращиваете клещевину ни в коем случае не используйте самостоятельно можете продать получить деньги или получить маслом но ни в коем случае не где-то знаете микро доза говорят в малых дозах я влечит но вы знаете это все равно я что-то там может простимулировать что-то может и отравить поэтому так лучше не рисковать есть еще одна группа семян где лежит другой фактически такой ограничитель от поедания это синильная кислота и кто бы вам не рассказывал что вы знаете рожуйте семечко груши семечко яблони раскалите ядро вишни там сливы абрикосов там везде лежит синильная кислота если вы это расколете дадите мышам они не съедят они обойдут так же кстати как и семена льда везде есть синильная кислота важно правильно этим воспользоваться потому что при определенных способах обработки она не имеет никакого значения для вашего здоровья не имеют негативного но при определенных условиях возможны вариант поэтому не наступайте на эти граммы есть еще некоторые способы которые тоже могут сильно сделать не совсем безопасными для вашего здоровья например проращивание принципе теоретически при проращивании когда вы взяли какие-то семена поместили в влажные условия и естественно тепло должно то семечко вначале набухло и начинает прорастать все прекрасно она начинает новую жизнь вопрос другом вы должны это тоже понимать что те же самые условия то есть влага и тепло благоприятствует развитию ипотогенных бактерий вы не сможете избавиться от них на семенах обработав их высокой температурой семя тогда не прорастет зародыш погибли вымыть отмыть тоже вода вы знаете бактерии не сильно отмывали останется несколько они размножатся останется одна она размножится для нее условия создать только фактор времени сотни бактерий будет одно количество бактерий через несколько суток с одной бактерий 100 раз меньше но она будет где гарантия что бактерии которые развеют в этих тепличных условиях не такие ядовитые не могут навредить человеку примеры известны примерно год назад у более 30 немцев которые использовали в пищу проросшие бобовые они отравились погибли около тысячи находятся на гемодиале заработали почву недостатус больше тридцати спасти не не смогли почему потому что эти токсины мы не можем этим управлять мы не видим мы создали условия для проращивания какого-то растения мы создали условия для развития бактерий они идентичны поэтому вот этим способом я бы не советовал злоупотреблять потому что ну вы знаете раз пройдет хорошо два три двадцать 200 тысяч на каком-то этапе до чем-то занимались и занимались улучшением своего здоровья на самом деле и хорошо если отделались крепкими спугами поэтому тут очень важно понимать что вот эта ситуация с семенами она неоднозначна и чтобы понимать и используем для своего здоровья нужно конечно же понимать вот эти все особенности уже те же семена льна великолепным из них получается великолепное ледяное масло это великолепное противо атеросклеротическое средство великолепно борется с холестерином с атеросклерозом но если правильно масло приготовить стоит вам семенально просто использовать пищу вы рискуете потому что цианогенный гликозид линемарин никто не отменял термическая обработка да он свернулся но все равно попал в ваш организм где гарантия что он не по действию уникальный способ сильная кислота это цианисты калий в микродозах пища не стыкали очень часто делают из семян масла у каждой из этих масел имеет тоже определенные свои особенности в применении что не только пищевые ничего и лечебник скажем взяли бы масло расторопши стали принимать для того чтобы улучшить работу печени и у половины печени начинает болеть потому что если ваш организм не подготовлен если в нем достаточно много токсинов то масло расторопши да он улучшает работу клетки печени начинает лучше работать клетка печени начинает больше перерабатывать токсических веществ если вы их не вывели из своего организма а возложили эту обязанность на печень она воспаляется развивается гепатит и казалось бы протектор масло которое лечит печень а вы этим маслом выработали спровоцировали обострение гепатита есть определенные особенности но кроме этого еще увеличивается вязки с кровью на русском мотор поэтому тут важно понимать когда принимать сколько принимать в каких дозах и курс приема потому что в принципе для желчного пузыря для работы печени достаточно 1 чайная ложка дозы более высокие приводят к тому что нарушается работа поджелудочной железы можно спровоцировать хронический панкреатит его обострение это относится к большинству масел если вы в поисках кальция начинаете принимать масло кунжута да там чуть больше кальция чем в других семинах по суточной дозы кальция чистого кальция 1 грамм семян кунжута так много не съешь по той простой причине тем более что это нужно делать ежедневно вы не сможете делать потому что примерно через неделю у вас увеличится вязкость крови повысится протрамбин и выигрывается и нагрузка на сердце опять-таки возрастет поэтому очень важно понимать что семян огромное количество да их можно использовать при определенных условиях и при определенных четких показаниях для улучшения вашего собственного здоровья потому что если вы это все не знаете нюансы вы не знаете принимая великолепные средства может также интересно и легко пострадать поэтому смотрите другие видео на моем канале я думаю что они будут достаточно интересны я постараюсь эту тему не затягивать и в ближайшем времени напишу видео о массе семян льна тыквы расторопшем такие самые такие частые масла которые и семена которые используют в оздоровлении в лечении но если вы еще не успели подписаться можете подписаться кстати для того чтобы ваши друзья и знакомые тоже могли быть в курсе дела потому что наверняка используют различные семена для своего здоровья кнопки социальных сетей под видео можете нажать отправить им это видео и они тоже будут знать что делать правильно для своего здоровья я думаю что они будут благодарны за это но я хочу закончить это видео словами которые я часто говорю и которыми часто заканчиваю свои статьи крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения ну а в ближайшие дни вы увидите новые видео о том как правильно использовать различные семена для вашего здоровья и активного благополития спасибо за просмотр!